Доброго утра! 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 Улатru! Доброго утра! Доброго утра! Добрый утра! На просторе! Остановということで, Делать определенные выводы, учитывая, что гости ввели 2-0, и в итоге они забили в самом начале второго игрового отрезка. Это сделал Иван Подшивалов. Он в последнее время смотрится очень достойный, прям выгрызает себе место в основном составе череповецкой команды. После этого, кстати говоря, хозяева поменяли вратаря чуть позднее, и появился Василий Гемченко. Как выясняется, не зря, потому что и правда игра команды Тамбиева взбодрилась. Забил Горшков, это привычное попадание нападающего при игре в большинстве. На сервис в касании здорово попал и забил третий раз в текущем сезоне. А сразу после перерыва забил и четвертый гол, но вы гляньте, как эти парни рисуют не хуже Северстали, между прочим. Берлев и Фьоры поучаствовали в этой голевой комбинации, и Андрей Козырев, конечно, задумался, что делать. Вроде бы весь матч его команда впереди, но теперь уже уступает. В дело теперь вступает Руслан Абросимов, и у него уже 2 очка в матче во Владивостоке. На сервис он забивает сам с передач Давыдова и Чуркина. В итоге команды ушли в овертайм. Был там вот такой, кстати говоря, неприятный момент, и уже постфактум удалили здесь Анаховского и Яроша. Да, грубая игра в самой самой концовке. Но это все не важно. Самое главное, что дальше серия послематчевых бросков, естественно, уже без Яроша и Анаховского. И там мы увидели всего два гола. Во-первых, Никита Коростелев. Он забивает со второй попытки его команды. При этом абсолютно все броски отразил голкипер Северстали, коим в тот вечер был Дмитрий Шугаев. Ну а сразу после забивает еще и Данил Аймурзин. И это победный гол Северстали в очень непростой игре. Череповчане остаются на седьмом месте в таблице западной конференции. Динамо Организовал гол для Романа Горбунова. Далее штанга Никиты Гусева. Это большинство московского Динамо. Вы знаете, как же это опасно. В первом периоде гости были гораздо лучше, но не забили. Во втором в начале они играют в меньшинстве, но это не мешает отличиться Артему Ильенко. Его второй гол в этом сезоне уже при игре в меньшинстве. Задумчив, конечно же, Дмитрий Вячеславович квартально. Партнеры поборолись возле борта. Ильенко убежал и в итоге смог забить в этой очень непростой ситуации. Проходит буквально 3-4 минуты. И еще один гол организует команда Алексея Кудашова. Это вновь гол про участник, кстати говоря, Артема Ильенко. И также молодого нападающего Егора Римашевского. Забивает Игорь Ажиганов. Всего-навсего вторая шаева в сезоне. Но позднее вы поймете, какая же она важная. Принял возле борта. Бросил и идеально попал. Меньчане пытаются найти шансы. Какой пас Волков! И он попадает в перекладину. Там защитник нарисовал, конечно, блестяще. А вот здесь уже рисует московская Динамо. Естественно, в большинстве Седрик Пакет. Канадец, который играл в прошлом сезоне. Именно здесь, в Минске, забивает бывшей команде. Но вы гляньте на Гусева. Какая пауза. Создает пространство партнеру. И тем самым пользуется именно Седрик Пакет. Далее 3-1. Вроде бы меньчане пытаются что-то придумать. И играют почти 7 минут команды без пауз. Но обрезается на чужой синий защитник Керон. И затем убегают форварды Петухов. И Гусев, именно Егор Петухов, который до этого матч пропускал, здесь вернулся в состав. Причем в первое звено к Джошвиле и Каблукову забил очень значимый гол. И после этого стало понятно, что москвичи своего не упустят. Главная вывеска сегодняшнего дня. В гости к ЦСКА пожаловал бывший главный тренер команды Игорь Никитин. И скорее всего по железной дороге. Ведь на Локомотиве. Но не только недавнее прошлое наставника ярославцев придавало игре интригу. Ведь между собой сошлись две лучших обороны Запада. Кроме того, к этой встрече команды подошлись абсолютно идентичными сериями. Пять побед в шести матчах. Соперники знают друг друга словно лучшие друзья. Между собой Локомотив и ЦСКА встречались в этом сезоне уже в четвертый раз. Для начала обменялись победами 2-1. А затем армейцы засушили матч с соперником со счетом 3-0. Чем же ответил Локомотив? Покажем прямо сейчас. Ну что, ЦСКА против Локомотива в Москве. Возможно это будет не очень зрелищно. Но наверное интересно в плане борьбы. Это правда его так Янченко встречает Сергея Андронова. Молодость против опыта. Но мы видим, что Янченко смотрится очень здорово в этих единоборствах возле борта. Прострелы Александр. Полунин таки открывает счет на третьей минуте. Быстрый гол Ярославского Локомотива. Береглазов и Красковский также в протоколе. Забисаны и они немножко огорчили наставника хозяев Сергея Федорова. Перевод. Затем прострел получился после подставления. И Полунин замыкает эту комбинацию. Играя на пятачке. Ну ЦСКА естественно искал свои моменты голевые. Но наверное если мы говорим про весь первый период. То все-таки Локомотив был поострее. У Ярославцев в целом бросков в створ чуть-чуть больше. А вот в принципе остроты моментов было заметно больше. Но ЦСКА при этом играл в большинстве. И например вот здесь Соркин бросал после отскока. Уже все вскочили с заворотами Исаева. И наверное сам Даниил ждал беды. Но все-таки не попал в этой ситуации нападающий столичного клуба. Локомотив пытается закрыть зону. И вот таким жестким силовым это делает защитник. Другое дело что потом улетает тут же защитник ЦСКА Николай Макаров. И вот такое мощное начало получается у этой игры в плане борьбы, хитов и так далее. Но естественно мы прежде всего ждем голов. Локомотив забил уже однажды. А вот и вторая влетает. Это Максим Березкин. Дмитрий Симашев делает прострел вперед. Даниил Тисанов борется возле борта. Ну а Максим Березкин забивает второй гол Ярославцев в этой встрече. Он прям очень долго шел к голам в этом сезоне. Но в последнее время стал играть гораздо увереннее. И вот так праворукие ребята, именно нападающие у Локомотива в этом периоде делают разницу. Все еще период не закончился. Моментики даже вот так возникают. Чухович в центр. Какая передача. Но Андронов бывшей команде забить не смог. Возможно ЦСКА именно по голевым моментам период в итоге и не проиграл. Но если мы говорим про яркие шансы, а их мы вам показали, то ярославцы были реально интереснее и поэтому вполне закономерно. Выиграли первую треть матча. А вторая вот так начинается, как зарядил Павел Корнауха в девятину. Посмотрите, это ведь гол по сути из ничего попадает с кистей. Во-первых, борются партнеры Классен, плотников. Встречают жестко игрока бывшей команды. Ну а затем в шайбу влетает в левый угол верхний относительно Даниила Исаева. Он ждал такого броска, но среагировать не получилось. Первые пять минут очень бодро играет ЦСКА в этом отрезке. Еще одна позиционная атака, а по такому-то матчу позиционки 5 на 5, да еще и с моментами. Это очень ценные эпизоды. Середина основного времени. По-прежнему ЦСКА вступает 1-2, и Локомотив более-менее игру подровнял. Но смотрите, что происходит. Светлаков смещение в центр, бросок шайбы не прижато. И сам 87-й добавляет ее в пустой створ. Как кажется, это отчасти напоминает первый период. В том плане, что, во-первых, голы забиваются именно в эти ворота. И все, это не очевидные моменты. У ЦСКА было шансов не так уж и много. Но два эпизода с бросками заканчиваются взятием ворот. В первом случае сразу шайба оказалась за спиной у Исаева. Во втором не заползла моментально. Но Светлаков добился своего и сравнял счет 2-2. Тем не менее, Локомотив на фоне этого стал играть гораздо агрессивнее. И очень похожие моменты создавал, как и в начале первого периода. Подставление на пятаке, бросок Герната. Тоже интересная ситуация. Еще и большинство. Причем два подряд там у Локомотива. Это первое в целом по матчу. И, соответственно, первое во втором периоде у Ярославцев. Прострел на пятачок. Там Каюмов ковыряет. Есть и Березкин. Ну и плюс защитник, естественно, сам Словак поливает. Максим Березкин был очень близик к голу. Но не попал. Еще одно большинство после этого. Причем, что интересно, удалили авторов голов Корнаухова. А потом и Светлакова. Но ни в первом случае, ни во втором Локомотив именно до перерыва забить не смог. А ведь это большинство перенеслось на третий отрезок. Получается, команды обменялись победами со счетом 2-0. В каждом из двух первых периодов. Но не забывайте о том, что Ярославль-то по-прежнему играет в большинстве. И Артур Каюмов пользуется этим шансом. Буквально 9 секунд. Возможно, меньше оставалось до появления оштрафованного Андрея Светлакова. А Каюмов уже успел оказаться в объятиях партнеров. Это вновь роскошная передача. Максима Березкина у него 2 очка в этом матче. Причем, именно пас на Каюмова был последним решающим. Ну а сам Артур открылся и здорово попал. Продолжается именно начало этого отрезка. И Локомотив действует очень агрессивно. С дальними бросками защитника. С попытками шайбы заковырять. Это типичная манера игры. Что ЦСКА, что железнодорожников. Потому что в плей-офф вот такие голы очень пригодятся. Правда, именно здесь забить не получилось. Но понятно, что именно пытались сделать парни Игоря Никитина. Само собой, учитывая то, что москвичи уступали по счету. Они чаще атаковали в третьем периоде. Они искали моменты неочевидные. И понимая, что во втором периоде они так и забили. Естественно, болельщикам Локомотива было тревожно за концовку этой игры. Георгий Иванов активно играет в меньшинстве. Было удаление у ярославцев. И даже еще и перехват. Гости оформили неплохо. Иванов отработал. Сделал перевод на Алексеева. И тот бросал, по сути, в касание. Затем ЦСКА в позиционке. Вновь в зоне атаки. Прострел вперед на ворота. И каркас спасает. Как же хозяева были близки к голу. И это вновь наброс в исполнении Павла Корнаукова. Последнее на сегодня удаление. Вновь Светлакова отправили на скамейку штрафников. Локомотив играет в большинстве. И можно было все вопросы, наверное, снимать. Но Шелунов никак забить в последних матчах не может. Да, у него есть голы по сезону. Но он пока играет не так, наверное, ярко, как в целом от него ждут. 2.35 до конца третьего отрезка. У ЦСКА еще есть шансы. Но все вытаскивает Данил Исаев. И в итоге он смог вытащить все броски в этом периоде. А Локомотив взял реванш за поражение в октябре. Победа 3-2. Сибирь против Кунь-Луня. Это уже матч понедельника. Наверное, не самая статусная игра. Но вы понимаете, насколько это важный матч для команды из Новосибирска. Учитывая и победы в последнее время. И то, что очки необходимо набирать. Владимир Михалев. Местное молодое дарование. Забивает важнейший гол уже на второй минуте матча. Раз. Два. Три. Показал технику. И смог пробить в этой ситуации. Мэтта Джерусика. Иван Климович и Никита Ефремов помогли ему это сделать. Затем период второй. В нем, что важно, большинство получает гости. И они этим шансом пользуются прекрасно. Благо, есть парень, который умеет бросать. Это Тиэма Пулкинен. Классный пас. Райана Меркли. Защитник, конечно, показывает себя с наилучшей стороны. Именно в созидании. Затем вот такой эпизод. Очень жесткая игра в центре площадки. И все это приводит к нелогичному, как казалось, но голову Сергея Дубакина. Эта шайба при игре в большинстве. И последнее время Дубакин прямо живает. От него ждали. И вот теперь он по результативности, ну, вполне сопоставим с тем, что показывал в прошлом сезоне, играя в Амуре, но в аренде. Кунь-Лун, тем не менее, сравнивает еще до второго перерыва. Это гол все того же Тэму Пулкина. Пятая шайба за 20 сыгранных матчей, еще, естественно, не полных. Здесь он ждал отскока и дождался его в итоге. Причем в обоих случаях поучаствовал в голах Кунь-Луня нападающий Брэндон Макмиллан. У него тоже очень соревновательный опыт игры в континентальной хоккейной лиге. Но в третьем отрезке, в самом начале, Сибирь добивается своего. Артем Михеев нашел момент на бедачке, забил. И вот эта шайба, пятая для Михеева в сезоне, стала в этом случае победной для Новосибирской Сибири, которая продолжает бороться за седьмое место Востока. В Астане был матч Бориса и Витязя. Команды пока идут за пределами зоны плей-офф. И далеко не факт, что окажутся там впоследствии. Но зато это равное, наверное, по вывеске. Игра. Кирилл Савицкий начинает ее вот таким классным голом. Всего-навсего полторы минуты хозяевам, да, потребовалось для того, чтобы отличиться. Он сам все сделал. Перехватил в центре площадки, убежал и переиграл вратаря Максима Дорошко. Но этот гол только раззадорил гостей. Во-первых, они забили даже при игре в меньшинстве. Это сделал Иван Савчик. И самое-то главное, что и на нем правила вот в этом моменте тоже были нарушены. Это уже далеко не первый гол в сезоне, аж седьмая шайба. А он, по сути, проводит первый полноценный чемпионат на уровне КХЛ. Поэтому очень классно влился в нижних звеньях этой команды. Затем в дело вступили и лидеры, видите, настоящие легионеры Барак и Улсен. Ну и Александр Дарьин. Именно Дарьин отдавал налево, а другой праворукий именно американец бросил в касание и попал. Он тяжело начинал чемпионат, но сейчас как раз в звене с Улсеном и Дарьином смотрится очень хорошо. И связывает их, играя в центре этой тройки. Затем сам Дарьин тоже забивает. И, конечно, отмечаем здесь передачу Барака. Почти в падении украл шайбу в борьбе за воротами и смог вылезти на такую неплохую позицию, чтобы именно линию найти. Отобрал опуску Аля. Раз и все. Дарьин тоже красавец. Открылся. И в этом матче он поучаствовал в двух голах своей команды из трех. А затем и в трех из четырех. Уже при участии другого легионера Джереми Роя и, естественно, Дарьина забивает Скотт Уилсон. Так что совершенно разные авторы голов у Витязя в этом матче. И заметьте, какие классные передачи проходят раз за разом на пятак. В этом отношении Борису есть к чему стремиться, поэтому с обороной большие проблемы. А затем и пятая влетела. После классного длинного паса из своей зоны убежал Александр Еремчук. Восьмой гол в чемпионате у очень талантливого нападающего, которому в последние годы где-то мешали и травмы. Но в Витязи он реально смог раскрыться. Так что Савчик, Барак, Дарьин, Уилсон и Еремчук забили за подмосковный Витязь. Но это еще на самом деле не все. Потому что в третьем периоде хватало событий. Например, была вот такая вот стычка защитника Витязи Тимошова и нападающего хозяев Энтони Камары. Конечно же, канадец игрок такой довольно жесткий, агрессивный. И он знает, что если что, перчатки вполне можно сбросить. Здесь, по сути, таким ничем серьезным дело не закончилось. Да, вроде бы пообнимались, да, попытались устроить драку. Но на самом деле очень скромным вышел этот кулачный поединок, если его реально таковым можно назвать. Решили обняться и упали. Вот так красиво все здесь получилось. В концовке хозяева льда получают большинство и пользуются этим. Забивает с передачи Муратова и Бекитаева Аркадий Шестаков. Шестаков грамотно отпился на пятаке и там перед ним уже, по сути, оставался пустой створ. Это последний гол в матче. Борис часто проигрывает и поэтому далеко от зоны плей-офф. А вот Витязь находится довольно близко на западе. Перемещаемся в Екатеринбург. Екатеринбург здесь играли в понедельник автомобилист и Спартак. Забегая вперед не самая зрелищная игра, но оно и понятно. Команда пока не в лучших кондициях и тем интереснее было смотреть за тем, кто в итоге сможет свою неудачную такую серию прервать. Спартак забивает в начале второго отрезка. Это делает нападающий Егор Филин. Даже если у лидеров красновелых не идет, всегда есть парни, которые могут помочь. И не только опытные игроки, но и молодые. Например, Никита Сусуев. Только гляньте на эту классную атаку, которую завершает именно нападающий Сусуев. Первый гол в этом сезоне. Он часто играет, но, как правило, является 13-м нападающим. И смен немного. Мастерство показал. Классно открылся. Но Беляев и Савиков нашли его своими передачами. Естественно, мастерства хватает у автомобилиста. И поэтому хозяева льда смогли свой шанс найти. Это гол Стефана до Косты после отскока. Но на самом деле он не особо-то и взбодрил игру его команды. Да, вроде бы почти в каждом отрезке у хозяев льда бросков створ больше. Моментов, как кажется. Но на самом деле ничего особо не изменилось. И в концовке автомобилист меняет вратаря. Допускает шестого полевого. А заканчивается все это дублем Егора Филина. Причем это первый подобный матч в его карьере. Именно в континентальной хоккейной лиге он пробивается. Прям реально протоптал себе дорогу на этот уровень. И конкретно здесь, в Екатеринбурге, стал, наверное, главным дворцом победы его команды. Ну и в концовочке, конечно же, кто если не Голди? Николай Голдобин. 25-й гол в этом чемпионате. Да, в пустой створ. Но все равно, по статистике, он просто рвет. Вот Локтионов и Порядин в ассистентах. Спартак прерывает свою серию из трех поражений. Крайне интересная на бумаге игра проходила в Челябинске. Там играли Трактор и Торпеда. Команды, которые в последнее время довольно часто проигрывают. И, конечно же, было любопытно посмотреть за тем, как они смогут вот эти серии прервать. Но только одной команде это сделать было само собой суждено. Александр Шаров забивает под занавес третьей минуты матча. Здорово убежал там. Котлеровский оформил отбор на своей синей линии. И в результате запустил вперед партнера по звену. Ответ Торпеда. Летунов справа есть еще один игрок. И это штанга Фирстова. Вообще, очень много было у Торпеда в первом периоде подобных выходов. Вдвоем против одного. Втроем против двух и так далее. И, несмотря на все преимущества, гости в первом периоде так и не забили. И во втором тоже были сложности. Фирстов здорово выдавал на Атанасова. Но в створ именно в этой ситуации Василий не попал. Столкновение очень жесткое. Габаритного нападающего трактора Чарльза Робинсона с вратарем Торпеды Иваном Кульбаковым. Естественно, Сизов поехал заступаться. Но он явно заметно ниже. Самое главное, что вот с этим игроком, с вратарем Торпеды, все было нормально. Он матч продолжил, Робинсон вряд ли хотел навредить и не мог уйти от столкновения. Так что все нормально, одного не удалили, другой не пострадал. За два периода хватало моментов, но голов маловато. Всего один здесь. Второй вот такой курьезный шайба Виталия Кравцова выдавал на пятак. И казалось, что переправил ее все-таки Деррогучинцев. Но нет, она попала в клюшку бывшего партнера по команде, как раз по Челябинску, Алексея Кручинина. И 2-0 повел трактор. Торпеда пыталась что-то сделать, вообще ничего не получалось. Здорово, хозяева играли в обороне и тащил все фукали. Но здесь Василий Атанасов нашелся на пятачке после паса Артамонова. И вы гляньте, что он нарисовал из-под ноги. Красиво, но это единственный гол Торпеда в матче. Как итог, третье поражение подряд. А вот трактор остается в топ-6 Востока. Посмотрим на турнирное положение. Команд «Спартак» после победы в Екатеринбурге вернул себе первое место. Но, вероятно, ненадолго, потому что у московского «Динамо» есть два матча в запасе. «Локомотив» теперь уверенно идет на третьей позиции. Далее «Торпеда», «Скация», «Скация», «Северсталь» и замыкает восьмерку. «Минская Динамо», но, опять же, борьба будет в ближайшие дни очень серьезной. На Востоке по-прежнему лидируют магнитогорские металлурки. Вот здесь, в отличие от Запада, есть заметный отрыв. Но в середине таблицы все очень плотно. «Авангард» даже можно туда отнести. «Лада», «Салават Юлая», «Факбарс», «Трактор» и «Автомобилист». Все эти команды очень близко друг к другу, но и Сибирь старается не оставать. А вот дальше серьезная борьба за восьмую позицию. Вот такой у нас получился выпуск. Ужали в полчаса два игровых дня и 46 шайб, среди которых немало шедевральных, но есть и пара нелепых. Открыли для себя сибирского вундеркинда и еще раз убедились, что Василий Атанасов – это игрок с другой планеты. Яркий, зрелищный хоккей, море эмоций – все вместе – это рецепт идеального окончания дня. Надеемся, что и вы так считаете. Скользкий лед и кинопоиск – только для вас, наши любимые зрители. Надолго прощаться не будем и вернемся на экраны уже завтра со всем самым интересным и запоминающимся. Продолжение следует...